Муравленковский отдел судебных приставов назван лучшим подразделением в округе по итогам работы в 2012 году. Церемония награждения прошла на коллегии Управления Федеральной службы судебных приставов по Ямалу. Кроме этого, на коллегии проанализировали итоги работы за минувший год и определили новые, более эффективные меры деятельности в 2013 году. Подробности у Эрнеста Бавшина. Сотрудникам Муравленковской службы судебных приставов не привыкать к получению высоких наград. Вот уже на протяжении нескольких лет наш отдел становится призером окружного смотра конкурса на лучшее подразделение службы. По итогам 2012 года муравленковские приставы саняли первое место. На втором их коллеги из Лабытнанги и на третьем приставы из Ноябрьска. Что этому способствовало? Ну, во-первых, слаженная и добросовестная, и качественная работа нашего коллектива. Установлены центральным аппаратом Федеральной службы судебных приставов определенные прогнозные показатели. Мы получили 622 приказ, плановые задания. При их исполнении, соответственно, рейтинг подсчитывается. То есть из всех отделов, которые на территории округа находятся, мы самые лучшие по выполнению этих показателей. За минувшие 12 месяцев на исполнении в службе судебных приставов нашего города находилось более 13 тысяч дел на общую сумму более 300 миллионов рублей. Из них взыскано с должников порядка 69 миллионов рублей. По-прежнему среди лидеров долги муравленковцев за коммунальные услуги, неуплата налогов, алиментов и банковских кредитов. В первую очередь на контроле как у меня, так и у моего заместителя стоят и в управлении, соответственно, стоят исполненные производства коррупционной направленности, точнее взыскания штрафа за коррупционные преступления и взыскания по заработной плате. И, так скажем, третье место определим это взыскание алиментных платежей, потому что это социально значимые исполненные производства. В первую очередь уделяется внимание больше всего на них. На коллегии в Салихарде приставы не только подвели итоги своей работы за 12-й год, но и пытались найти новые, более эффективные методы работы по исполнению судебных решений. Одно из новшеств, которое возможно появится в ближайшее время, это смс-информирование должников. Благодаря нашей базе из ФССП уже в некоторых регионах это запущено. Смс-оповещение. То есть оперативно срабатывает, главное, чтобы была правильная идентификация стороны исполненного производства. Оперативно поступает информация от операторов сотовой связи, предоставляются сотовые телефоны. Независимо, где гражданин проживает на территории Российской Федерации, автоматически при возбуждении судебным приставом исполнителем производства исполнительного, автоматически уходит смс-оповещение. В одном из регионов страны, где внедрена такая система, было разослано 40 тысяч смс-ок. В результате к концу года службу судебных приставов пришли 16 тысяч должников и рассчитались со своими долгами. Эрнест Бавшин, Вадим Братчик. Новости нашего города. Вадим Братчик. Новости нашего города.